Здорово народ! Сегодня я вам покажу как можно на RTX 3090 понизить температуру чипов памяти, не вскрывая видеокарту, а также не тратя кучу денег на расходные материалы. Недавно я себе решил собрать второй комп под майнинг, может быть там периодически играть на нем или если майнинг убьет, то что-то еще делать на нем. У меня успешно уже отмайнило там 1080i, там второй комп, месяцев 10 назад начал майнить и покупал видюху по старой цене и в принципе она у меня окупилась уже и майнит плюс. Вот решил подзаработать денежат еще, вот купил, значит собрал комп на материнке на Z-чипсете, там одна из самых дешевых была, потом SSD-шник, Samsung-овский на терабайт память 2х16 Kingston, i5 11-го поколения на 6 ядер, ну и блок питания на 1 кВт. Вот еще также открыл для себя 2К монитор 170 Гц, вот отличная тема, в общем мне понравилась. Ну и как бы вишенкой этого торта является RTX 3090 Asus ROG Strix, да, она еще и в белом таком варианте. Но она как бы не совсем обычная, а factory certified, вот это значит, что кто-то ее когда-то купил, ему там что-то не понравилось, может она сломалась у него, он ее вернул, вернул, магазин ее отправил на завод, завод ее починил там, если надо, если надо где-то почистил, вот и заново сертифицировал и выставил на продажу. Но, правда, непонятно, почему гарантию этот завод не дает, повторно, то есть гарантия от магазина 3 месяца. Ну, ничего, я купил, то есть за 100 тысяч гривен, если такие же плюс-минус стоят около 120, то есть я купил где-то 3700 баксов, а такие же стоят новые в районе 4,5. Значит, ну, купил я, запустил бублик на старом компе, ну, бублик прокрутился минут 20, вроде все отлично, артефактов нету, там особо не греется, потом я попробовал майнинги, там 120-125 выдает, хорошо, собрал там, купил все запчасти, собрал, отлично, майнит, майнит, майнит и вырубается, ну, не вырубается, зависает. То есть это было в закрытом корпусе. Я открыл корпус, ну, смотрю, она троттлит. Ну, короче, 110 градусов температура, там 112, и она троттлит. Ну, так дело не пойдет. Мне друг посоветовал, говорит, посади на райзер, вытащи там с корпуса ее, поставив обдув какой-то и будет дело. Ну, я сделал так, но это, в принципе, не очень удобно. Видеокарта может где-то навернуться, там поломаться, ну, и выигрыш 2 градуса, как бы тоже это такая себе перспектива. Я начал думать, взял, поменял радиатор из процессора местами, то есть поставил чуть поменьше радиатор, чтобы там пространство было больше. Боковой кулер поставил на обдувить бэкплейта. И, по сути, то же самое. Осталось где-то, может, 2 градуса. Понизилось, но в итоге, если оно долго стоит, то 110 градусов стабильно. Но троттлинга уже нету. Что дальше? Что дальше? Дальше начал я думать, 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 искать, гуглить. Короче, нашел один комментарий на форуме. Чувак просто поставил подставку, которая вот держит видеокарты, которая предотвращает изгиб материнки или там слота PCI, не знаю. И понижается температура. Вот я тоже решил так же попробовать. Тоже сделал, ну, как, зажал просто пальцами. Но так как видеокарта горячая, очень долго я так не могу продержать. Но у меня, у видеокарты температура упала, блин, на 14 градусов. Карл просто 14 градусов потерял просто от обычного зажима пальцами. То есть там, наверное, прижим термопрокладкам, ну, хуёвый, не знаю. Я, в общем, пошел, купил себе стяжек длинных, вот, попробовал стяжками ее, как бы, прижать. Ну, это сложно сделать, потому что там мешает PCI-разъем. И также еще для слаи вот этот разъем мешает. Ну, короче, кое-как стянул, поставил. Ну, начали трещать кулера. Я сначала думал, может быть, какие-то спички вставить, чтобы поднять уровень, чтобы не касались стяжки этих кулеров. Потом подумал, ну, его нахрен, оно еще загорится. Взял, поставил, ну, короче, нарезал на мелкие кусочки стяжки эти же отходы от них. И, ну, приподнял чуть-чуть уровень, то есть оно не касается, уже все отлично. Вот, до этого я заснял, как у меня, какие результаты после 20-часового майнинга. То есть там температура 110 стабильно. И эффект просто минус 10 градусов. Просто от того, что я прижал видеокарту сильнее. Вот, также я еще заказал себе радиатор с Алика. И заказал еще термопрокладки. Ну, термопрокладки, как бы, тоже я не могу пока поменять. У меня гарантия еще есть. Ну, посмотрим. Может быть, поменяю раньше, может, через 3 месяца. Вот, так что, надеюсь, я вам помог. Вот, ставьте лайки, подписывайтесь. Ну, или же нет, мне, в принципе, похуй. Вот, а если я вам реально помог, пишите в коммент. Буду рад. Все, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok